Здравствуйте, уважаемые телезрители! Современный университет немыслим без международной составляющей и является наиболее ярким примером тех глобализационных течений, которые пронизывают сегодня нашу современную жизнь. Наш Казанский федеральный университет является вторым университетом в стране по числу иностранных студентов. Понятно, что международные отношения важны. И сегодня у нас в гостях замечательный собеседник, интересный гость, директор Института международных отношений КФУ Хайруддинов Рамиль Равильевич. Здравствуйте! Рамиль Равильевич, мы сейчас с вами разговариваем в горячий период предстоящих ЕГЭ, завершение учебного года. И, соответственно, у нас скоро стартует приемная кампания в КФУ. Для выпускников и их родителей важно знать, что предоставляет то или иное учебное высшее заведение, какие дают возможности, какие дают шансы, какие ориентиры. И сегодня наш разговор будет главным образом построен вокруг этих тем. Скажите, пожалуйста, сколько студентов в этом году примет Институт международных отношений КФУ? И на каких направлениях? Спасибо большое за приглашение к разговору. Хочу сразу же отметить тот факт, что для нас приемная кампания стартовала, собственно, после завершения приемной кампании прошлого года. И на протяжении всего этого периода, с 1 сентября прошлого года и по день сегодняшний, мы, собственно, активно работаем по привлечению потенциальных студентов, работаем с абитуриентом, причем, естественно, не только в рамках Татарстана. Мы федеральный университет, и большое количество студентов поступает не только из Привозского федерального округа, фактически это вся Россия, от Калининграда до Сахалина. И вместе с тем очень большой контингент студентов интересуется нашими программами. И мы также в масштабах Казанского федерального университета обладаем одним из самых больших, собственно, корпусов зарубежных студентов, их более 600. А численность института на сегодняшний день насчитывает более 4700 студентов. И я вас уверяю, если все будет так, как мы планируем, и по итогам той большой профориционной работы, которую мы производили не только в России, но и в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Китае, Турции, целиком ряде европейских стран, мы рассчитываем, что набор будет не меньшим, а вполне возможно, что мы рассчитываем на цифру около 1300-1500 потенциальных студентов. Мы по итогам прошлого года, я имею в виду институт международных отношений, привлекли на первый курс бакалавриата и магистратуры фактически рекордное для себя количество студентов. И эта численность была одной из наивысших в Российской Федерации. На первый курс были приказами зачислены около 1300 первокурсников. Это большая цифра, но это свидетельство, во-первых, интереса к нашему институту и интересу Казанского федерального университета, тем программам, которые мы предоставляем. Ну и, собственно, той новой формуле института, который выстроился за последние пять лет. Если рассказать об институте международных отношений, мы прошли большой путь, известная трансформация. Мы в свое время вобрали в себя и исторический факультет Казанского государственного университета. Среди нас есть выпускники этого замечательного факультета. Это и факультет исторического образования нашего замечательного педагогического университета, институт языка, целый ряд других направлений. На сегодняшний день это уникальное в масштабах по Волжье, при Урале, высшее учебное заведение, в котором, собственно, мы реализуем проспект, то есть идею нашего ленинодарного Московского государственного исторического... Прошу прощения, Московского государственного института международных отношений. Поэтому одно из названий ему на Волге, институт международных отношений. Но мы, опять-таки, отличаемся от наших коллег тем, что благодаря самой традиции расположения Казанского университета основной акцент и направление подготовки, это прежде всего восточное, это восстоковедение и африканистика, это наш азиатский сектор, это Африка. И вот с прошлого года мы очень активно работаем и на континенте латинский. То есть это и есть позиционирование, отличие вас от тех же московских коллег? Мы дружим, мы общаемся, мы солидарны, мы проводим целый ряд совместных мероприятий, как с МГИМО, так и с Институтом стран Азии и Африки, Московского государственного университета, Восточным факультетом Санкт-Петербургского университета, целым рядом других наших партнеров и коллег. Мы изучили все лучшие практики, мы изучили тот опыт, который накоплен в России, в том числе и в новых формациях, таких как Европейский университет, Высшие школы экономики. И исходя из этого мы устраиваем собственную модель института, в котором упор мы сделали на глубокую языковую подготовку, это для нас очень важно, и страновическое, регионовическое образование. Это все наряду с классическим гуманитарным образованием дает вот этот синергетический эффект. Речь идет о том, что мы нашли свою нишу, все наши программы и учебные планы, они практикоориентированные, и мы готовим не только исследователей, ученых, мы готовим специалистов, аналитиков, экспертов, которые могут уже после окончания Казахстанского университета сразу встраиваться в жизнь тех или иных организаций, учреждений, они являются востребованы, собственно, уже с младших курсов, и в этом есть существенное различие между нами и рядом институтов и вузов, которые также готовят специалистов в области международных отношений. Ранни Равенович, расскажите, охарактеризуйте блоки и направления, которые существуют сейчас в Институте международных отношений. Хорошо, с удовольствием, мы крупный институт, и благодаря тому, что у нас много направлений подготовки, есть и определенные специализации между его школами. Всего школ три. Первый из них носит название международных отношений и восстановления. Здесь сформирована группа, которая занимается восточным блоком в первую очередь и готовит специалистов в области международных отношений, дипломатии, мировой политики. Восточный блок – это что? Имеется в виду Ближний Восток, Дальний Восток, Азиатский регион, Африка, ну, прежде всего, конечно, Магреб, Северная Африка. Это зона наших интересов, в том числе научных, ну, и, собственно, институты, партнеры, вузы-партнеры, они работают с нами. Китай сюда входит? Естественно, да. Китай, Япония, Корея, Вьетнам, и можно продолжать до бесконечности. Я попытаюсь тогда рассказать о специфике этого отделения, потому что всегда большой интерес у наших абитуриентов, об этом нас спрашивают и на днях открытых дверей, и на тех выставках международных, в том числе, в которых мы участвуем. Здесь очень большой контингент зарубежных абитуриентов, и не только из Центральной Азии, но и из Европы, поэтому мы гордимся тем, что программы этого отделения, в первую очередь международных отношений, они выстроены по современным лекалам. То есть мы переходим, и по целому рядом программ перешли на модульное обучение. Наши программы легко стыкуются с программами обучения в европейских университетах, азиатских университетах, и тем самым дают дополнительные возможности для академической мобильности наших студентов. Ну и, собственно, на этом отделении очень большой объем стажировок, языковых, производственных практик. И основными языками этого подразделения являются, как восточные, у нас очень большая линейка восточных языков. Всего, если уж говорить в целом, мы уступаем по преподаваемым языкам на сегодняшний день, ну, видимо, лишь Московскому государственному институту международных отношений, там 35, у нас вот более 20. И это основная линейка восточных, европейских языков, причем есть и целая категория редких. Достаточно мы, наряду с немногими институтами России и Европы, готовим специалистам по ряду языков. Какие, например, из ряда? Ну, посмотрите, конечно, наибольший интерес, есть ведь определенная мода, и родителей, и их детей интересует, вот они видят, слышат о развитых экономиках, о каких-то масштабных государствах. Поэтому, конечно, среди интереса к восточным языкам превалируют китайский, японский, корейский, но также сильны позиции и по изучению арабского языка, турецкого языка, персидского языка. А вы сказали редкие языки? Ну, редкие языки, да, пожалуйста, малайзийский язык. Языки, например, африканский, африканс, и среди Индостана, например, мы изучаем языки и урду, и хинди, и так далее, и так далее. Поэтому вьетнамский язык был включен в орбиту нашего изучения. В самое ближайшее время мы примем решение о дополнительных тюркских языках, потому что уже есть большая потребность в изучении языков наших тюркских партнеров. Это может быть... Вот сейчас мы выбираем между условиями, возможностями между казахским и узбекским языком, потому что и та, и другая диаспора в России, и та, и другой континент студентов, обучающихся в России, очень велик. И поэтому мы должны рассматривать изучение языков не только с практической точки зрения, но и с геополитической. Поэтому мы внимательно изучаем интересы России в тех или иных регионах, поэтому для себя мы обновляем линейку языков, включаем новые языки. Это все с учетом того, что мы готовим специалистов, которые потенциально будут работать в интересах России в тех или иных регионах мира. Ромир Агенович, я так понимаю, что Восточный блок — это хедлайнер Института международных отношений. И его, как говорят, у нас фишка. Это фишка нашего института, фишка нашего университета. Здесь многое связано и с традициями. Вы знаете, что, собственно, и российское университетское Востоковение зародилось в Казани. Первая кафедра восточных языков в России появилась в 1807 году, более 210 лет тому назад. Именно здесь, в Казани, на том факультете, который теперь представляем мы, собственно, если говорить о первых в мире и Европе кафедр китайского языка, они также возникли в России. И мы помним, знаем, изучаем эти традиции. У нас есть не только специалисты, но и замечательные архивы, которые мы изучаем, публикуем, исследуем. Но вместе с тем мы прекрасно осознаем свое место в современной научной повестке, в политической палитре. И поэтому мы, я еще раз хочу обратить ваше внимание, изучаем не только прошлое, историю, культуру того или иного региона, но и современное состояние, политические системы, большой блок экономических дисциплин. Поэтому не случайно за несколько лет у нас возникло целый ряд новых кафедр и направлений подготовки. Здесь я благодарен нашим партнерам по Казанскому федеральному университету. В первую очередь, я говорю о Багаудиновой на Елегу Мировне. Дело в том, что совместно с нашими экономистами мы развиваем направление очень актуальное, важное, посвященное мировой экономике, международным экономическим отношениям. Вот кафедра международных экономических отношений, она также приступила к набору собственных студентов. Поэтому в нашем институте можно стать специалистом не только в области истории, не только в области культуры, языка. Но и, прошу прощения, это серьезная подготовка для работы в сфере экономики, в сфере бизнеса, финансов. Именно не только в России, но и за рубежом. Получается готовить и равноплановых людей, чуть ли не разведчиков. Я могу сказать, что специалисты с языками и знанием страны востребованы во всех организациях. От наших силовых структур до научных, общественно-политических учреждений и ведомств. Я затем, наверное, и расскажу о том, где могут реализовать свои возможности наши выпускники. Но я затронул лишь сюжет, связанный с высшей школой. А следующая высшая школа, она не менее интересна. И достигнуты очень серьезные результаты, о которых говорят не только наши студенческие проекты, но и те научные проекты, в которых участвовал Казанский федеральный университет. Я говорю о школе исторических наук и всемирного культуры наследия. Как вы знаете, Республика Татарстан является лидером в России в области изучения, сохранения, реставрации, популяризации культурного наследия. И именно памятники Татарстана вошли в список всемирного наследия от России за последние несколько десятилетий. И создана мощная школа, в которую входят и археологи, историки, реставраторы, музейщики, культурологи, и целый ряд других направлений, которые, собственно, работают сейчас и являются востребованы в целом ряде не только учреждений культуры, музейных сообществ, но и в системе управления наследием. Это сейчас очень важный сегмент, и мы одни из немногих в России, ну, фактически единственные, готовим сейчас специалистов в области управления наследием и международным менеджментом наследия. И это очень востребовано, потому что, по большому счету, к большому сожалению, я должен это констатировать, исходя из опыта нашей работы в программе фонда возрождения над объектами наследия, в международных организациях почти полностью отсутствуют специалисты из России. А это какой-то специфический, да? Это особая терминология, это знание правовых особенностей, культурных особенностей, языковых особенностей. И поэтому, собственно, мы и готовим специалистов, которые могут быть востребованы и в различных институтах ЮНЕСКО, и в различных институтах ООН, иных международных организаций, которые связаны с международным туризмом и так далее. Это тоже важная задача, которая стоит перед Казанским федеральным университетом, готовить специалистов для России в целом. Ромир Амельевич, а за рубежом готовят ли подобные такие специалисты? Да, есть замечательные центры в Германии, есть замечательные центры в Бельгии. Мы контактируем с нашими партнерами из Китая. Так как в России специалистов таких немного, и в основном они концентрируются в России, то мы, конечно, знаем подавляющее большинство наших партнеров. И авторитет татарстанских ученых, ученых Казанского федерального университета весьма высок. И сейчас наши специалисты привлекаются в качестве экспертов в самые различные проекты, крупные за рубежом, в том числе Великий Шелковый Путь, нас привлекают к проектам в Центральной Азии. Поэтому это тоже достаточно интересное и перспективное направление подготовки, как научных, так и образовательных программ. И третье отделение, об этом я тоже не могу сказать, это то, что мы пестуем, лелеем, и очень надеемся, получат дополнительное развитие. И оно очень востребовано, это отделение иностранных языков и перевода. Здесь основная линейка европейских языков, и буквально недавно мы ввели еще дополнительно португальский, но как латиноамериканский вариант. И также здесь изучают восточные языки. И вообще это правило, что наши лингвисты выходят из стен Казанского университета, нашего института, вооруженными уже тремя языками. Причем это основной, да, он может быть английский, но и большая подборка, я могу даже вам впоследствии озвучить, вот набор этого года, например, перевод и переводоведение. Немецкий и английский, французский и английский, испанский и английский, и целый ряд вот восточных языков. Поэтому три языка, это хорошо или плохо. Но эта практика в России культивируется только в исключительно специализированных университетах, таких как Московский государственный лингвистический университет и, собственно, в Казани. Таких примеров в России немного. Ну и, собственно, если говорить о подготовке специалистов, это лингвисты, это люди, которые занимаются практическим языком, это современный язык, и поэтому это не классическая филология, как наука о языке, это живой язык современности. И мы готовим специалистов, которые достаточно успешно себя реализуют в самых разных программах, проектах, потому что специфика подготовки, она ведь готовится не только в классическом языке, мы готовим специалистов по курсам, предназначенным для сферы медицины, биологии, например, для сферы нефтехимической промышленности, материаловедения и так далее. То есть все зависит от желания самих студентов и от наших преподавателей, которые пытаются нашим студентам дать современные знания не только о классическом литературном языке, но и профессиональном языке тех или иных отраслей науки, бизнеса, образования. Вот являясь такими универсалами, ваши студенты, это понятно, что они несомненно востребованы, они готовы работать на самых различных направлениях, и отсюда вытекает высокий конкурс. Это влечет, это манит, это привлекает. И какой все-таки средний балл нужно набрать, чтобы попасть, иметь возможность хотя бы рассчитывать на место? В Казанской университете этот институт привлекает наших абитуриентов с достаточно высокими баллами ЕГЭ, и иногда отсутствие значительного количества бюджетных мест, хотя у нас, в принципе, неплохо, более 300 бюджетных мест, но по разным направлениям. Тем не менее, мы видим, что если бы мы жестко ограничивали прием, сославшись на то, что мы не можем занижать планку, то большое количество подготовленных детей, они бы просто ушли и не смогли получить возможность учиться в нашем университете. Поэтому у нас большой коммерческий набор, там тоже высокие и средние баллы, но мы позволяем нашим студентам, нашим абитуриентам найти ту возможность для самосовершенствования, потому что, вы знаете, иногда и отличники не могут себя реализовать в обычной жизни, иногда троечники выстреливают, постепенно адаптируясь и становясь очень успешными людьми. Поэтому у нас жесткие критерии отбора, у нас есть элитарные группы, где очень высокие... Расскажите поподробнее родителям и абитуриентам, это очень интересно. Постараюсь назвать средние баллы, но поймите правильно, все ведь зависит ежегодно от сдачи ЕГЭ, и мы видим эти волны, синусоиды интересов, в какой-то год больше сдают иностранные языки, в какой-то год, историю, общество, знания. Все зависит от тех демографических процессов, от выпускников того или иного года. Это численность студентов меняется. Но еще раз говорю, у нас это нивелировано, потому что мы являемся федеральным университетом, являемся привлекательными для всех и не ориентируемся исключительно на выпускников татарстанских вузов, хотя там очень активно работаем. Школа, прошу прощения. Ну вот, если взять... Я сейчас не буду разделять по направлениям, вот назову подряд, да. Ну, смотрите, антропология и этнология. Есть такая замечательная дисциплина, она междисциплинарная, на стыке археологии, истории, культурологии, психологии. Сегодня это очень востребовано, особенно на Западе. И здесь средний балл при наличии хорошего бюджетного набора составил 252. Востоковедение африканистике 271. Это, можете представить, из 300, да. Вот я вам называю это средний балл, там за 90 зашкаливает. Зарубежное регионоведение 280, то есть еще больше. Это я вам называю бюджетный набор. История чуть меньше, 262. Но лингвистика здесь зашкаливает. Я вам называть не буду. Даже пугает, да. Ну да, 288. Понимаете, да? Международные отношения. Здесь 4 экзамена. Я потом вам, наверное... Давайте сразу я объясню, что у нас набор сдаваемых экзаменов для всех почти одинаков. 4. Это история, общество, знание, иностранный, русский. И вот в различных комбинациях можно поступать практически на все направления и профили подготовки. Вот международное отношение 368 из 400. Это средний балл. Вы, наверное, прекрасно осознаете, что средний балл, это, собственно... Поделили на 4. Да, средний балл. Ну и давайте я все-таки скажу, что и по контракту здесь самый высокий проходной балл также у международников. Но вот у лингвистов разница не такая уж и большая. Если называть минимальные проходные баллы по профилям... Лингвисты 283. Бакалавриат международношений 357. История 245. Культурология 241. Зарубежная регновидь 278 и так далее. Эти цифры, я вам честно скажу, для родителей не должны быть магическими, потому что ситуация меняется ежегодно. Вся эта информация есть на сайте университета, нашего института. Все открыто, доступно. В специальных вкладках. Вы можете проанализировать и увидеть и план приема на этот год. Если есть желание, могу и озвучить, и еще раз назову те возможности, которые предоставляет Институт международных отношений. Итак, на направлении международных отношений бюджетных мест на сегодняшний день по плану этого года 11. Но на контракт контрольная цифра приема 100 мест. И мы ежегодно, так складывается, вынуждены увеличивать число групп за счет дополнительного приема. Поэтому мы ожидаем, что у нас будет не эти 100 человек даже по контракту, а в районе 150. Это я уже знаю по опыту предшествующих лет. Зарубежное регионоведение 6 бюджетных мест и план контрактного набора 45. Зарубежное регионоведение. Здесь есть дополнительный профиль, очень привлекательный для наших абитуриентов. Германо-российские исследования. Это сетевой проект. Мы в сотрудничестве с Регенсбургским университетом Германии даем возможность нашим студентам обучаться на старших курсах и в Регенсбурге, и в Казани. И они получают на выходе два диплома. В том числе и лучшие ученики, которые прошли обучение за рубежом, они получают наряду с дипломом Казанского федерального университета и диплом Регенсбургского университета. Это тоже очень... То есть поддержка взаимная диплома. Да, совершенно верно. И они сразу востребованы в Европе, им не надо ничего объяснять. А еще есть какие-то другие поддержки диплома? Есть, у нас есть такие же пакеты восточных, например, программы, стажировочные программы. Если говорить о востоковедении и фальканистике, то здесь у нас наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, это Институт страны Азии и Африки, восточный факультет, у нас один из самых больших наборов в России. Нам выделено в этом году 47 бюджетных мест. Это много. То есть Родина очень большая специалистов по этому региону. Совершенно верно. Ну и большой, достаточно контрактный набор. Контрольный цифр прием для себя мы определили 119 человек дополнительно, но придут, я вас уверяю, тоже где-то около 150. И так далее, и так далее. Все это есть у нас на сайте. Перечислили лишь основные направления подготовки. Международное отношение, зарубежное регионоведение, востоковедение и африканистика, история, педагогическое образование. Мы готовим педагогов с двумя профилями. Это историк и учитель английского языка, это историк и преподаватель общества знаний и так далее. Антропология, этнология, культурология, туризм, регионоведение России, лингвистика. Ну вот, собственно, это основное. Основная линейка. Да, но в магистратуре добавляется еще и история искусства и целый ряд других направлений. Туризм. Вот что хочу сказать... Вручную несет. Да, институт международных отношений мы ожидали, предполагали, но, опять-таки, столкнувшись с этим бумом, мы действительно схватаемся за голову, потому что большое количество абитуриентов из стран Центральной Азии, сейчас и Ближнего Востока, они стремятся поступить на наш профиль международный туризм. Дело в том, что это связано с политикой тех стран, например, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, они сделали упор на открытость страны, на то, чтобы посредством туризма, это и Грузия, например, целый ряд других стран, они заинтересованы в подготовке специалистов в области международного менеджмента туризма. И мы этих студентов готовим, и по две, по три, по четыре группы желающих иностранных абитуриентов именно поступают на туризм. Представляете, это тоже одно из направлений, казалось бы, непрофильных в чистом виде, но мы должны ориентироваться и на потребности сегодняшнего дня. Вот кому, оказывается, наш университет обязан таким высоким местом по числу иностранных студентов? Много их? Много. И не только мы. И еще раз говорю, эта политика университета в целом открытая, и большая работа осуществляется по привлечению этих абитуриентов. Но вот смотрите, наши студенты, их более 600, они представляют 21 страну мира. И я еще раз говорю, когда я называю Узбекистан, Таджикистан, то это не характеризует всю палитру стран и абитуриентов, которые приезжают к нам. Еще раз говорю, у нас появились абитуриенты из Латинской Америки, Перу и так далее. Мы не можем говорить о десятках, но то, что уже сейчас меняется отношение к России, меняется отношение к системе образования в России, что мы все больше и больше привлекаем иностранных студентов, это говорит о том, что и качество образования, и возможности, и баланс между соотношением цены и качества, они становятся стремлемыми для иностранных абитуриентов. А, Ромид Ильич, я так понял, это не только развивающиеся страны, но уже и развитые пошли. Да, естественно. Вы понимаете, и наши студенты также востребованы за рубежом. Здесь есть и оборотная страна, о которой обычно не принято говорить, но последние месяцы об этом не раз уже упоминал Ишат Равкадж, когда задавался вопросом, ректор наш уважаемый, когда задавался вопросом, а для кого мы готовим наши кадры. Это и плюс, когда есть интерес к нам, но и вместе с тем, не только иностранные студенты обучаются у нас, но и значительная часть наших студентов, получив образование в Казанском университете, уезжают для продолжения обучения или последующей работы в другие страны. Это, опять-таки, может свидетельствовать о том, что неплохо готовим, но вместе с тем, вот вопрос, для кого мы готовим. Мы становимся не просто университетом Татарстана, не только федеральным университетом, но и серьезным международным центром образования, куда могут приехать любой, получить достойное образование и вернуться работать. Современным, действительно современным по-настоящему мысли этого слова университет, это действительно драйвер глобализации, который не только работает вовнутрь, но и поставляет кадры извне. И вот я так понял, вот сейчас очень такой шкурный вопрос для родителей поступающих. Сколько же стоит это? Да, сколько стоит это удовольствие, это счастье? Я предварю еще одним вопросом этот вопрос. Дело в том, что я помню времена, когда знание английского языка был уже профессией. То есть это рубежность не десятых, девяносто лет, но это еще молодцы совсем. Сейчас знание английского языка не является профессией. Это уже такой базовый навык во многом. Знание восточных языков, то есть знание китайского языка, знание японского языка, знание урду, является уже профессией. То есть человек с знанием, с такими знаниями... Вы затронули очень важную тему. Почему я задаю? Потому что люди ведь платят деньги на обучение, а у вас не так много бюджетных мест, и очень много коммерческих мест. Это инвестиция. Инвестиция своих детей, инвестиция в свое будущее в виде детей. И я думаю, человек вправе понимать, что инвестиция пойдет... Мы сами с вами родителями и понимаем, что в родителях, в своих детях мы должны быть уверены в том, что у них есть будущее, что у них есть профессия, что у них есть не просто стабильный заработок, но и доходы. А для этого нужно вкладываться и в образование, и, собственно, в качество этого образования. Из чего оно состоит? Это не только деньги, хотя это имеет очень важное значение. Мы об этом с вами обязательно поговорим. Но и в те возможности, которые мы представляем. Здесь очень важно ухватить эту идею и те учебные планы, которые есть во всех университетах мира. Нужно найти те лучшие возможности и практики, которые позволят нашим детям себя реализовать. Почему? Я говорю о том, что у нас очень хорошие возможности для наших абитурентов. Дело в том, что еще раз, и еще раз я буду повторять, мы даем не только знание одного языка, мы предоставляем возможности конкурентного преимущества. Наш выпускник обладает знаниями двух-трех языков, что при равных всех возможностях, при одинаковых портфолио, все участники, все волонтеры и так далее, и так далее. У всех есть какой-то опыт, но наш студент даже на том, что знает несколько языков, причем из разных регионов, может получить дополнительные возможности приглашения в ту или иную компанию для работы в тех или иных органах власти, управления и различных других структурах. Это преимущество. Кроме того, мы делаем упор на сегодняшний день, то есть мы помимо классического образования мы даем знания о дне сегодняшнем, поэтому наши специалисты уже в бакалавриятии, не говоря уже о магистратуре, изучают те дисциплины, которые позволяют формировать критическое мышление, умение анализировать, работают с большими базами данных, с огромным материалом. Это то, что привлекает работодателя, который видит, что специалист, который приходит к ним, обладает не просто исполнительностью, принеси-подай, его не надо переучивать. Это человек инициативный, это человек с определенным опытом аналитической работы и владеет коммуникациями. Дело в том, что студенты-международники это большой объем дополнительной работы. Посмотрите внимание, в Казани проходит огромное количество крупных мероприятий, чемпионаты мира и так далее, и так далее, до бесконечности. Во всей программе, спортивной, культурной, протокольной, участвуют наши студенты, как в качестве волонтеров, а целый ряд из них уже, собственно, являются и офицерами протокола, сотрудниками различных агентств, дирекций и так далее, и так далее. Все это позволяет им за период обучения получить те навыки, которые уже, собственно, являются привлекательными для работодателя. И я это знаю не понаслышке, потому что ежегодно получаю звонки, обращения наших коллег, их самых различных государственных структур, начиная, собственно, от аппарата президента, которые говорят, вот, замечательно, подошло время, где у вас лучшие, где у вас специалисты, вот такой-то профиль. Мы говорим, хорошо, сейчас мы подберем. И поэтому не имеет значения у нас все они есть. Нужно турецкое направление? Есть. Нужно арабское направление? Есть. Нужно Иран? Есть. Япония, Китай, Африка? Есть. И причем это люди с опытом, причем они уже жили в определенное время, находясь в стажировочных проектах и программах от семестра полугода до года, и они проникаются уже не просто уважением к той стране, к которой они уже знают обычаи, традиции, они легко адаптируются. Поэтому наши выпускники востребованы в первую очередь еще и в частном бизнесе, потому что крупные и мелкие компании стараются приобрести в качестве сотрудника наших ребят и девушек, которые умеют работать с потенциальными партнерами. Обратите внимание, например, на компанию Hire, которая развивается в Тарстане. Посмотрите, среди руководства и менеджмента значительное количество выпускников нашего института. Это не только знание языка, это знание ментальности, это умение анализировать, готовить документы, и поэтому они и востребуют. А, Ромид Жавельевич, и все-таки, 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 сколько стоит вот таких вот людей возрождения? Я могу сказать, что цена меняется. Цена меняется. Мы занимаем среднюю ценовую нишу. У нас она и не завышена, и не занижена. Мы на сегодняшний день, конечно, существенно уступаем Москве и Санкт-Петербургу по цене на контракты на договорное обучение. Причем, это кардинально. Вот если говорить о стоимости прошлогодней, международное отношение у нас около 160 тысяч, 161 тысячи рублей. В то время, как в Москве и Санкт-Петербурге цена на те же программы приблизительно с тем же набором предметов, с теми же даже языками, составляла от 450 тысяч рублей. Здесь, понимаете, нюанс, в чем заключен? В том социальном пакете, который есть в Казани. Где вы можете найти лучшие условия для наших студентов, которые первый, второй курс, но гарантированно живут в деревне-универсиале. На сегодняшний день, несмотря на воду там на острове Русском новых кампусов для Дальневосточного университета и так далее, активного строительства по России, по-прежнему на сегодняшний день условия проживания студентов лучше в Казанском федеральном университете. Даже если он будет жить в коммерческом секторе, стоимость аренды намного ниже, чем, допустим, в Москве. Если Москва, 450 тысяч вы заплатили. Хорошо, общежития, как вы понимаете, в достаточном количестве нет. Плата за проживания, проезд, питание несоизмеримо выше. Вот поэтому оплата даже вот этих 160 тысяч наших на обучение, она закрывает всего лишь в полной мере проживания в Москве, не считая вот этой цены на обучение. И поэтому тенденция, она понятна, и последние годы я с этим столкнулся, удивлялся, думаю, почему так происходит. Но есть уже ручеечек, да, не поток, но ручеек перевода студентов центральных московских университетов, вузов в Казань, которые, собственно, на первом-втором курсе, поняв все возможности наших университетов и вместе с тем сопоставив наши программы образовательные, принимают решение перевода в Казань. И это не обязательно только выходцы из региона по Волжье, это москвичи-питерцы, которые принимают решение о переводе или поступлении в Казанский университет. 160 тысяч это за 4 года обучения в первой ступени, это даже меньше, чем бюджетная иномарка. Вашему счету, за ребенка, который... Цена... Мы все же осознаем, мы все патриоты, мы за то, чтобы цена была бы максимально стабильной, чтобы не было этих резких скачев, но тоже понимаем, что инфляционный процент будет, что эти цены прошлого года возможно изменятся. Пока норматив ведь не довели, да? Мы вот как раз ожидаем в самое ближайшее время установления уже цен на набор 2019-2020 года. Ну вот смотрите, в основном наши программы стоят около 122 тысяч. Это антропология, этнология, история, педагогическое образование, зарубежное регионоведение, туризм, регионоведение России. Все по стабильной цене 122 тысячи 460 рублей. Чуть выше востоковедение африканистика 126-600. И как ни странно наибольший коэффициент применяется к творческим профессиям, которые готовятся индивидуально. Это наши артисты и так далее. И мы, к сожалению, попадаем в эту категорию культурология. Здесь вы можете представить состояние желающих поступить на коммерческий набор 193 тысяч. То есть дороже и зарубежного регионоведения, и международных отношений, и лингвистики, и так далее. А это связано с какими-то повышенными затратами индивидуально? Считается, что здесь необходимо и не такое большое количество требуется в масштабах России. Это индивидуальная подготовка творческих профессий. Я, например, с этим не согласен, потому что считаю, что в условиях нашего региона, где вопросы культуры очень актуальны, здесь мы, наоборот, должны привлекать максимально на такие направления подготовки, экология, культурология, и здесь вот есть пока диссонанс. Поэтому мы... Это очень востребованная рыночная, то есть это профессия... Нет, это завышенная цена. На самом деле наши музеи, учреждения культуры заинтересованы в наших выпускниках, но сейчас они принимают к себе наших историков, наших этнографов, там, лингвистов, кого угодно готовы к себе принять, потому что мы хорошо готовим, но тех людей, которые по профессии предназначены для работы в учреждениях культуры, большому сожалению, такая политика на сегодняшний день Министерстве образования и науки, они идут по явно завышенной цене, поэтому мы не добираем коммерческий набор, но здесь есть бюджетные места. Следующая тема, которую тоже хотел озвучить, не все продается за деньги, целый ряд наших программ реализуется в качестве целевого набора. Целевой набор это не те целевики, которые в каждом из этих направлений могут быть в качестве одного, двух, трех единиц. Речь идет о республиканских программах, благодаря которых за счет республиканского бюджета ведется подготовка специалистов для нужд республики. В первую очередь вы все, наверное, насрочены по лингвальной программе, благодаря которой в ряде институтов, в том числе и нашим, готовим специалистов для школ. Это республиканская программа за счет бюджета республики 125 человек ежегодно набирается. Но мало кто знает, хотя мы это пропагандируем, что уже на протяжении последних пяти лет ежегодно благодаря поддержке президента республики, правительства республики нам выделяют средства для подготовки специалистов в области истории тюркских народов, сейчас магистратура с этого года запущена по экономике, политике тюркских стран. Мы готовим молодежь совместно с Министерством образования и науки и Семерным конгрессом татар активную молодежь привлекаем из наших диаспор, из Казахстана, в Кыргызстану, других тюркских государств. И вот в рамках нашего института уже на протяжении последних пяти лет 30 молодых людей обучают совершенно бесплатно за счет республики Татарстан и частных пожертвований. Вы наверно столкались с такой ситуацией, когда не очень она радостная может быть, когда вы видите талантливый молодой человек из семьи, которая не обеспеченная, тяжело пробиваться. Какие-то есть формы поощрения таких такой молодежи? Какие-то может механизмы исполчения разработаны или пока к этому не подходили? Дело в том, что я объясню, здесь есть несколько подходов. Если молодой человек талантливый и имеет право получить некий грант или стипендию, такие стипендии в Казанском университете есть. В последнее время идет активно внедряются стипендии, которые позволяют чувствовать себя уверенно например талантливым ребятам, которые получили максимальные баллы ЕГЭ и выбрали приоритетом Казанский федеральный университет. Знаете, да? Программу стипендиальную поощрение стобальников. вы говорите немножко о другом. Вы говорите о обычный человек. И о них тоже поговорим, потому что талантливый человек в форме его появления в том числе через ЕГЭ может быть. Совершенно верно. Здесь, конечно, целый ряд программ и проектов Казанской Федеральной Университете существует. Другое дело, что целый ряд университетов, с опытом которого я знаком, они практикуют еще при наличии высоких баллов или особой заинтересованности того или иного университета в подготовке специалистов. Они имеют возможность решением самого университета снизить стоимость оплаты, в том числе ежегодной оплаты, до определенного минимума, до определенных нормативов. И это прерогатива университета. Этим очень часто пользуются московские и санкт-петербургские вузы, которые внутри применяют линейку стипендий и иногда могут даже собственно и бесплатно обучать тех или иных студентов, которые им нужны, необходимы и которых они привлекают. Что касается возможности для всех студентов получить такую поддержку, наверное, это неправильно. Мне кажется, что обучение на сегодняшний день в современной России, в современных условиях это все же труд. Это не может быть фондом формы только социальной поддержки. Такие проекты существуют. Дети сирот, дети офицеров. Они имеют возможность поступать по особым правилам и получать стипендию. Но все же стандартный вуз это некая конкуренция. Здесь должны быть равные возможности для всех. В зависимости от того, какой категории кастик это. Как вы относитесь к идее, чтобы юно-армейцы поступали в вузы с поблажками? Сейчас возникла идея, что патриотическая молодежь должна поступать в вузы. Я скажу по-другому. Конечно, не только это движение, не только это направление. Мне кажется, что у всех абитуриентов потенциальных должно быть портфолио. И любая из творческих каких-то форм реализации, участие в общественных движениях, политических движениях, это должно найти возможность некой оценки. По этим принципам давно работает Европа. По этому принципам давно работает Америка, как северная, так и южная. Ты можешь быть хорошим спортсменом, здесь тоже получить определенные преференции. Я вот за портфолио, за возможности университетам отбирать из этого круга присланных портфолио лучших. Ромир Аверич, вот вы сказали слоу-портфолио, а вы, то есть институт отслеживают талантливых школьников на олимпиадах, на различного рода конкурсах. Ну, теперь это обязанность любого директора отладить эту работу для того, чтобы лучшие выпускники, участники и победители олимпиад различных конкурсов поступили, насколько это возможно. Вы тоже охотник за головами? Естественно. Мы не просто отслеживаем, мы ведем целенаправленную работу, создан специальный центр профориационной работы, мы активно участвуем во всех олимпиадах, мы рекомендуем во все республиканские конкурсные комиссии наших сотрудников для того, чтобы они могли видеть, оценивать и работать с потенциальными абитуриентами. Для историков выбрана следующая форма, мы стали базовой организацией, территориальной организацией Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания. Что это означает? Мы работаем с учителями истории и общества знания и дистанционно, мы собираем их на метод-семинары, не так часто, как хотелось бы, но сейчас мы усилим эту работу. У нас за последние два года уже два съезда в учителе истории и общества знания Республики Тарстан состоялось с приглашением ведущих методистов, которые во время этих сессий круглых столов помогают, разбирают конкретные задания, ЕГЭ, то есть ведется серьезная методическая поддержка. В ответ что? Мы стали узнаваемы, нас знают учителя, и нам верят, они видят наши условия, возможности, и, естественно, ведут соответствующую работу со своими выпускниками, рекомендуют поступление в Казанскую университет. Целый ряд всероссийских конкурсов проходит не только для абитурентов, но и для студентов. И студенты, вот у нас есть всероссийский конкурс турецкого языка, у нас есть всероссийский конкурс арабского языка. На своей площадке мы проводим и зональные, и всероссийские конкурсы китайского, корейского, японского языка. Естественно, приезжая к нам, получая возможность общаться со своими коллегами, часть студентов, выпускников принимает решение поступать уже в дальнейшем магистратуру или в аспирантуру в нашу университет. Это от активной позиции вуза, института зависит собственно и будущий успех. Надо создавать некое сообщество, надо активно работать с собственными выпускниками. мы, несмотря на наши замечательные традиции, я имею в виду даже Казанского университета, Педагогического университета, по сути, нам всего лишь 9 лет. Казанский федеральный университет это новация, да, институты, которые созданы путем трансформации, они все молодые. Вот мы отметили наше пятилетие в прошлом году, то есть нам шестой год идет. То есть у вас, по сути, первый выпуск. Совершенно верно. При этом, мы, конечно, знаем и гордимся нашими выпускниками исторического факультета, факультета исторического образования и так далее, и так далее. Но, тем не менее, история создается сейчас. Поэтому мы, работая с нашими выпускниками, формируем некое сообщество пространства, в котором потенциальные выпускники следующих лет могли бы себя комфортно чувствовать, формировать свое общение, некое братство, союз. Мы выбрали для себя модель Оксфорда, Кембриджа, Итона, где есть некий союз. В этих лигоплющах нет у вас, там, каких-то черепа и кости вот таких вот. Если вы внимательно обратите внимание на хештеги, на наши соцсети, студенты Института международного отношения везде вписывают слово семья и мо. И, независимо от того, в какой школе высшей, в каком отделении ты обучаешься, наши студенты сейчас вот сплотились и на сегодняшний день это мощная сила, творческая в первую очередь, поэтому не случайно за последние несколько лет, как вы знаете, наши студенты активно реализуют себя в интеллектуальных играх, студенческой весне и так далее, и так далее. Я горжусь, у меня большое количество кубков, грамот, они приносят фактически с любого мероприятия. Сегодня только пришли наши девушки, занявшие второе место во всероссийской студенческой весне со своим вокальным номером и так далее. Все это позволяет говорить о том, что есть атмосфера, которая позволяет и учиться интересно, позволяет себя реализовывать в творческих коллективах. И существует братство. И при этом есть еще некое взаимопроникновение. Мне очень хотелось бы, чтобы это стало не искусственным таким выстроенной комбинацией, а образом жизни, смыслом. Я действительно за то, чтобы выпускники института международных отношений последствия с гордостью говорили, так как говорят об этом выпускники МГИМО многих лет. А нет для такой ситуации, что традиционный монополист по поставщику дипломатов в России МГИМО или вот РУДН какая-то ревность к вам не возникает еще или нет? Не возникает, что ребят? Нет, я еще раз говорю, у всех своя история, свой путь, есть уважительные отношения. И было приятно слышать из уст ректор МГИМО Таркунова о том, что из тех институтов, в которых обучается и ведется подготовка по международным отношениям, а их более 20 в стране, которые более-менее серьезно занимаются этим направлением, Казанский университет развивается наиболее динамично и действительно те проекты и программы, которые предлагаем мы, становятся востребованными и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Я скажу, опять-таки, один из примеров, профиль подготовки цифровая дипломатия одна из первых в России появилась именно в Казанском университете. И это стало действительно новостью, информационным поводом для нашей сферы, сферы международных отношений. И действительно, это на сегодняшний день стало востребовано и эта программа, она фактически повторяется в целом ряде курсов сейчас. А что такое цифровая дипломатия для большинства телезрителей? Здесь несколько аспектов, но один из них это то, что слышите вы из печати и средств массоинформации о том влиянии, воздействии новойного государства на те или иные государства, выборные, предвыборные кампании. А на самом деле речь идет о том, как посредством инструментария определенного осуществлять внешнюю политику и насколько она воздействует на результат. Есть такой зловещий понятие мягкая сила. Можно ли сказать, что возможно, но это весь фактор современной дипломатии и воздействия на принимаемые решения. Можно ли сказать, что выпускники цифровой дипломатии казанского, международных отношений казанского университета поучаствовали в избрании Трампа? Еще раз говорю, вы отличаете вот эти хакерские сказки о том, что можно действительно путем бросования или работы бота? Мы готовим специалистов, экспертов. Это действительно большая работа. их обучают собственно технологиям анализа крупных баз данных, в том числе информационных. Есть специальный курс, собственно, и на базе нашего института развивается и существует ситуационный центр глобального мониторинга. Мы готовим тех специалистов, которые сумеют проанализировав понять, где та сфера влияния, какая форма влияния и в каком направлении это влияние осуществляется. То есть мы пытаемся подготовить специалистов не только в области внешней политики, но разбирающихся в экономических вопросах, геополитических вопросах, этно-национальных вопросах. Поэтому еще раз говорю, это очень интересная тема и сюжет. Мы готовим экспертов-аналитиков, которые могут быть востребованы уже в любой из структур, которые занимаются внешней политикой. Хорошо, правильно понимаю, я тогда еще уточню вопрос, правильно понимаю, что выпускник вашего отделения, посмотрев экспансиональную ленту, может сказать, что так, здесь рука газдепа, а здесь просто народное возмущение. он по крайней мере будет знать, где и куда обратиться для того, чтобы уточнить источник того или иного докопаться. сможет. Он знает, откуда исходит то или иное предложение, что из чего вытекает, где первопричина и какой цели та или форма заявления. Потому что понимаете, этим занимаются не только международники, например, даже специалисты-лингвисты, которые обучают международников языкам, для них очень важна, например, и сейчас это новое направление, политическая терминология. То есть они разъясняют нашим студентам, преподавателям, в чем особенность вот этого языка делового и в чем отличие на английском, русском, в других языках то или иных обозначений, нюансов. Поэтому очень важно, что нужно в современном мире говорить на том языке, на котором разговаривают не просто большинство, а вот это большинство специалистов. Вы знаете, вы сказали про язык, язык дипломатии. Я хочу задать вопрос, потому что язык отечественной дипломатии сейчас представляет Мария Захарова. Есть известный такой спикер МИДа. Язык достаточно, ну скажем так, направлен даже мне кажется не то есть ни эпохи Ницелерода, ни эпохи Горчакова, ни эпохи Громыка. Очень простой, жесткий, грубый иногда. Ощущение, что он направлен на обывателя, для которого для него очень понятный язык. Это что? Это правильно или неправильно? Во-вторых, это новые веяния такие? Язык дипломатии будущей такой будет? Или может изменится? Дело в том, что Захарова официальный представитель Министерства иностранных дел. Это высокопоставленный чиновник, устами которого выражаются некие позиции, которые выработаны не только в обществе, не только в Министерстве иностранных дел. Это общая государственная позиция или оценки, которые определяются по крайней мере в Москве или на Смоленске или на Старой площади. Но вместе с тем вы абсолютно правы, когда говорите о новом языке. В жестких условиях мировой дипломатии, которые вы, наверное, ощущаете, видите, дипломатия приобрела очень резкие формы. На сегодняшний день никто не стесняется жестких определений, дефиниций. Идет серьезная борьба и не только по оси Россия и остальной мир, вы знаете, есть определенные взаимодействия Китая, США, Япония, Россия, Ближний Восток, Западный мир. И везде присутствует оценочная часть. И очень важно составить мнение, на которое ориентируются не только узкие специалисты, но и само общество. И поэтому на сегодняшний день, надо это признать, так было всегда, во все времена, в любую эпоху, существует тихий голос аналитиков и экспертов и громкий голос пропагандистов, которые должны работать с обществом, с общественным мнением. И это важная задача. Надо понимать, что помимо внешней такой отрицательной канвы, есть многое позитивного, положительного. Дело в том, интересы страны очень часто важнее каких-то личностных мнений. И быть патриотом сейчас очень сложно. И быть патриотом нужно иметь эти примеры. И сейчас, в том числе и в нашей стране, идет попытка поиска путей воспитания гражданина-россиянина. И то, что делает Захарова, например, давая оценки, это тоже часть работы по воспитанию уважения к собственной стране, которая испытывает тяжелые времена. Это надо тоже оценивать здраво. И необходимо поднимать и разъяснять позицию нашей страны. Поэтому здесь очень сложная комбинация между общей, то, что мы называем пропагандистской линии поведения и, теми знаниями и позиций страны, с которыми она обращается к обществу. Вы знаете, тем не менее, кстати, у языка... Не забывайте про нюансы ее работы. Она ведь работает с журналистским пулом. И поэтому сравните, кстати, работы такие и есть, обратите внимание на работу той же самой службы Белого дома. Это тоже очень остро, это очень ярко. И это даже теперь некий особый жанр. Ну, знаете, мне, чем с эстетической точки зрения, у меня язык Нисселерода, Горчакова, Громыкова, он более приятен. И я нахожу пример в отечественной дипломатии, когда этот язык используется. То есть очень сдержанный, выдержанный, красивый. Это разговор с Китаем. Когда наша дипломатия обращается в сторону Китая, там никаких таких высказываний обращается. Но вы обратите внимание, когда и Китай обращается к России, это очень взвешенные оценки, очень взвешенные обращения. И это отношение двух стратегических партнеров, к этому тоже надо относиться с пониманием. У каждой стороны собственные задачи, обе крупные мировые державы, занимающие очень важное место мировой повестки. И вместе с тем это в определенной степени и союзники. Дело в том, что вы поймите правильно, однополярный мир это приводит к разрушению. Поэтому очень важно выстроить баланс между различными странами, территориями, регионами, этносами для того, чтобы у этого мира было будущее. Здесь очень важно тот самый язык дипломатии, о котором вы говорили. Здесь очень важно готовить специалистов, экспертов, аналитиков, которые могли бы работать с этим регионом, потому что нет контакта, нет общения, наступает период непонимания. Поэтому чем лучше, чем больше мы знаем о потенциальной стране-партнере или потенциальной стране, с которой у нас не складываются отношения, мы не должны себя самоизолировать. Прошло то время, когда мы себе позволяли не интересоваться историей, культурой, мы воспринимали как должное. Сейчас, прежде чем прийти работать на какую-то территорию, мы должны знать ситуацию в этом регионе. Нельзя зайти в регион, например, Ближнего Востока, не зная обычаи, религии, ментальности и так далее. Вот в том-то и специфика высокой политики, что здесь это поле дело профессионалов. Здесь нужно знать многое, что позволит добиться положительного результат. И вот это лишь силовые решения, которыми нам очень часто приводят в качестве примера такие решения США и партнеров по НАТО, они приводят на самом деле катастрофической ситуации и затрагивают не только интересы той страны, по отношению к которой они могут быть направлены, но и всего региона, а самое главное в геополитическом смысле всего мира. Рамин Равильевич, вот Република Татарстан это один из самых активных регионов России в части международной дипломатии. И несомненные успехи нашего руководства на этом достаточно тонком и деликатном направлении. Вот интересна ваша оценка особенностей татарстанской дипломатии, в чем ее блеск и в чем она отличается. И чем я не считаю. Прошу очень четко разделять. Я специалист и ковет, но так как я работаю в Институте международных отношений, я очень тщательно изучаю юридические документы и знаю полномочия федерального государства в лице Российской Федерации, которая обладает возможностями и особенностями выстраивания отношений с международным сообществом и потенциал регионов субъектов Российской Федерации. Вы абсолютно правы. Республика Татарстан максимально использует возможности для выстраивания внешних связей, внешнеэкономических в первую очередь. Мы регион, который очень активно занимается привлечением инвестиций. Мы занимаемся культурным обменом, культурным диалогом. Мы не определяем и не решаем политические задачи. Но вместе с тем отдельные поручения делегированы республике, делегированы нашему президенту. В первую очередь взаимодействие в области исламского мира и группа стратегического видения Россия и исламский мир, возглавляемая нашим президентом Рустам Эти внешнеполитические задачи решают в пределах тех полномочий, что делегированы президентом и правительством Российской Федерации. Это большая активная работа по поиску точек соприкосновения с арабским миром. Но не только исламский мир значительно шире. Включает в себя полтора миллиарда населения земли. И республика Татарстан насколько это возможно, но в целом позитивно и положительно эти задачи решают. Об этом свидетельствуют и те форумы, которые проходят в республике Татарстан, это и те мероприятия, в которых участвуют представители Казани, Татарстана. И этот голос, в том числе дипломатический голос, он звучит. оценки достаточно позитивные, потому что многие программы и проекты, которые в рамках традиционной дипломатии сложно реализовать, ввиду того, что татарский народ, Казань, Кавказ, они близки по ментальности и собственно по целому ряду другим культурным, языковым, вероспоедальным обычаям, они близки к исламскому миру, то, конечно, это позволяет добиться авторитета Российской Федерации и привлечь в те проекты и программы, реализуемые нашей страной, значительный круг исламских государств. А можно ли говорить о причастности Института международных отношенников и ООН? Казанский федеральный университет причастен ко всему, что происходит в республике Татарстан. И это неизбежно. Обратите внимание, подавляющее большинство руководителей органов власти и управления, местного самоуправления, различных учреждений, различных видов собственности, это все потенциально выпускники самого Казанского университета или тех программ и проектов подготовки и переподготовки, которые реализуются в нем. Просто хочется более узкого вопроса. представить, причастен ли институт к этим программам исламский мир, об этом целый ряд вас проходит. Если вы обратите внимание, это документы открытые, если посмотрите план мероприятий, группа стратегического видения, то почти половина из них в рубрике ответственный исполнитель, включает себя Казанский федеральный институт, институт международных отношений, ресурсный центр по развитию исламского исламовического образования. Мы проводим эти мероприятия вместе, мы реализуем программы вместе. Ну и как иначе, еще раз говорю, наши студенты проходят практику в аппарате президента Российской Федерации Республики Татарстан. Многие наши выпускники работают и в аппарате правительства, и в аппарате президента в самых различных министерствах и ведомствах. так или иначе институт активно участвует в деятельности крупных проектов и программ. Возьмите проект, нашумевший в последние годы, проект Митимиша Алипыча, связанный с возрождением, комплексным проектом возрождения памятников Болгара и Свияжска. Как можно было обойтись без специалистов Казанского университета, без его центров, институтов и выпускников. Следующий проект, связанный с полингвальной школой Адамнарда, который сейчас на слуху реализуется на базе Казанского федерального университета, мы готовим и кадры, и специалистов, и методические материалы для реализации этого прекрасного замечательного проекта. Возьмите общие государственные проекты, связанные с реализацией политики в области культуры. Казанский федеральный университет активно участвует в тех или иных проектах. концепцию национальной политики республики в Татарстан последний вариант готовила в основном наша группа Казанский университет, я возглавлял эту рабочую группу вместе с нашими коллегами, философами, конфликтологами, политологами и так далее. Стратегия татар. Стратегия татар там также участвуют в той или иной мере наши исследователи, поэтому еще раз говорю, ничто в республике не проходит без влияния или участия наших с вами коллег. Вот какая всемогущая организация. У меня такой вопрос. Соглашусь. Вопрос личный, скажем так. Я закончил все время исторический факультет. Я с удовольствием вспоминаю об этом времени. По прошествию лет, я очень до сих пор увлекаюсь историей, смотрю фильмы, смотрю, читаю литературу. По прошествию лет я понял, чего мне не хватало, например, на эстфаке. Я учился, да, это было 90-е годы, это был такой расхождение, когда заканчивался марксизм-лининизм, новому ничего не пришло. Современная история, которую мне довелось уже после изучать, например, она мне открыла такую вещь, что история действительно наука. Наука в чем заключается? Наука заключается в том, что это есть закономерность. Историческая наука есть закономерность. То, что на самом деле Марксизм-лининизм показывал, он объяснил, что у нас есть такая закономерность, мы вот показываем. Я по-новому взгляну на историю, очень жалел, что это не было в Казанском университете, когда прочитал книги Сергея Нефедова. Есть такой историк, его социально-демографическая теория истории. На самом деле, не он ее разработал, но он классный популяризатор оказался к этой теории, когда история человечества описывается с точки зрения демографических процессов, по сути. Они являются... Он показывает закономерности, как рост населения приводил к определенным процессам, в том числе войнам, революциям, не обеспеченным продовольствием, например. Происходилось схлопывание, путем революции, гражданские войны, вторжение, демографическая эпидемия, демографическое напряжение снимали. Возникал опять золотой век, за этот золотой век опять человечество на этой территории разрасталось. Такие-то очень хороши примеры. И современные события, например, арабской весны очень хорошо укладываются, потому что экономики стран не очень развитые, а когда за тот же Египет, при нас или 15 миллионов населения, сейчас 80 миллионов. Территория такая же, экономика примерно такая же, она не сильно развита. Понятно, что там просто куча бедного населения, которое рано или поздно взорвется. Я понимаю, что мне на ИСФАКе не хватало таких интересных теорий. Альтернатива максимум ленинизм тогда, сейчас что-то изменилось, какие новости на ИСФАКе? С удовольствием расскажу. Дело в том, что есть расхожее мнение, по крайней мере, было до последнего времени, о том, что катастрофа полная, исторический факультет того, замечательного Казахского университета и еще и отделение исторического образования педагогического не стало, почило в бозу, все ушло, все катастрофа, караул, спасите, надо восстанавливать историю, надо вернуть, ничего подобного. Я могу со всей мерой ответственности заявить, что, будучи сам историком, я ученик Меркосыма Абдухановича Усманова, нашего выдающегося исследователя истории татарского народа, вот заявляю со всей определенностью, мы с вами не потеряли, мы приобрели. Меняются названия, меняются формы, но прошу прощения, обратите внимание, страна изменилась, изменилась и система образования. Хорошо или плохо, но вводятся новые инструменты, мир открыт, и поэтому оставаться в статичной форме было невозможно. Но на сегодняшний день исторические дисциплины, они не потеряли ни в кадровом отношении, а вызывают все тот же интерес, как когда-то в 70-80-е годы. Да, тогда в идеализированной среде мы все с вами рассчитывали, что будем работать, если хотя бы не в школе, то в райкоме, в обкоме и так далее, что мы всегда найдемся. На самом деле, как это оказалось, профессия историка значительно интереснее, шире, и уходит далеко за рамки лишь вот неких таких клише. Историк на сегодняшний день, я категорически вот не не приемлю, что историки, что это за профессии, они раз там 10-20 лет переписывают собственную историю, ничего подобного, это творческая профессия, она развивается, потому что мы должны каждый раз возвращаться к нашему замечательному пройденному пути с новых позиций, с новых оценок. Уходят стереотипы, уходят стереотипы советские, уходят либеральные стереотипы псевдодемократических лет, появляются возможности изучать не только собственную историю, но и свою историю в контексте мировой истории. Появляются новые инструментарии, базы данных, появляются новые виды источников. Мы с вами, предваряя нашу беседу сегодняшнюю, разговаривали об открытых архивах, которые то открыты, то закрыты, но, по крайней мере, появляются новые виды источников, новые подходы. Сегодняшняя историческая наука, она очень интересная и очень любопытная. И то, что к разговору обывателей о том, что они переписывают, подстраиваются, ничего подобного. На сегодняшний день она не спит, она постоянно меняет свой, как сказать, наверное, центр оценки. Если раньше это было субъективное мнение касты определенных ученых, то теперь сам ученый может сделать максимально возможное и изменить соотношение и отношение к собственной истории. Я призываю вас разделять псевдоисторию и вот эти псевдоисторические обсуждения, которые набили оскомину и которые ни к чему не приводят. Этим обычно у нас славятся различные блоги, сайты отдельных агентств, в которых вбрасывается какой-то исторический материал, давно-давно уже изжеванный-пережеванный и вокруг этого выстраиваются зачастую какие-то странные дискуссии о величии нации, то есть обсуждают, что было когда-то что-то, было-не было и причем не с исторической точки зрения. А мне важна серьезная глубокая наука, которая подтверждается фактами, в котором мы действительно говорим о проекции на день сегодняшний. Вот в этом отношении мы в нашем институте международных отношений по-прежнему готовим тех историков, которые могли бы действительно осмысливать эти процессы. И что очень радует нынешние историки, они раскрыли границы, они теперь сопоставляют это к тому, о чем вы говорили, место и роль того или иного события, не только в масштабах России, а во всемирной истории. Сразу по-другому смотрится. Совершенно верно. И становятся понятными многие процессы, которые происходили даже в Средневековье. Например, помните эту эпоху чумы. Наши казанские историки, изучая этот процесс с точки зрения археологии, генетики, науки о жизни, привлекая специалистов из-за рубежа, действительно доказали целый ряд абсолютно новых подходов к движению черной чумы, оспы по Европе. И это совершенно по-другому дает картину тех исторических процессов, которые происходили на континенте Евразии. И это очень любопытно. И становится понятно, почему эти территории заселялись сильными народами, почему происходило это движение, какие катаклизмы проходили, почему началась эпоха великих географических открытий и так далее. Начиная вроде бы с маленького фрагмента зуба, который был выкопан под булгарами, оценки, к которым присоединились исследователи из целого ряда стран, они приводят к этим парадоксальным серьезным подтвержденным аргументами фактам. Поэтому сегодняшняя наука историческая это не день вчерашний, когда искали летописи, переписывали. Сегодня это наука, которая связана с целым рядом вспомогательных дисциплин. Очень важны стык этих знаний. Это и общественное мнение, это социология, психология общества. Это средства массовой информации, потому что что описывалось не только в конкретных документах, но и в прессе, это тоже очень важно. Это вопросы связанные с биологией. Все, что связано с жизнью человека, это тоже оказывается влияет на историю. подводя итог нашей дискуссии, потому что я категорически опровергаю мнение тех людей, что история в загоне, что она превратилась в тех людей, которые за политиками описывают их достижения в превосходной степени. Ничего подобного. Наука и история на сегодняшний день это замечательный комплекс дисциплин таких же значимых для человечества, как и культура в целом. Нет культуры, нет истории, нет истории, нет культуры самой. Я считаю, что вообще в последнее время это просто взрыв исторических знаний. Совершенно интереснейшие авторы, интереснейшие монографии выходят, интереснейшие фигуры, причем они умеют себя подать в информационном поле для человека, который не подготовлен. Заметим как меняется постепенно формат исследований. Если раньше это исключительно партийная история, политическая история, то сейчас это жизнь человека, жизнь различных социальных слоев. Это феномен социальной истории, истории повседневности, которая сейчас активно реализуется и в России, и за рубежом. Это история культуры как таковой. Это увлекательно. А вот такая вещь как полиогенетика. У нас здесь много могильников булгарских, венгерских. Поднимается этот материал, ведется работа с расшифровкой генома этих захоронений и связи его с современностью. Это тема большой отдельной передачи с участием наших ведущих специалистов, в том числе и группой, которую возглавляет декан нашей высшей школы исторических наук. Вместе с тем он же возглавляет институт археологии Академии наук Республик Тарстан Арыдговичем Сиддиковым. Вы абсолютно попали в точку. Работа ведется, ведется работа очень серьезная. И буквально все наши последние встречи за рубежом так или иначе были связаны с реализацией этого проекта. последний поездка состоялась месяц назад. Мы были в Соединенных Штатах Америки, участвовали в 84-м форуме Американской Ассоциации Археологов. Там состоялись наши встречи с ведущими исследователями, в том числе и генетиками не только Америки, но и Великобритании, Германии. Это выдающиеся исследователи с огромным хиршем, очень цитируемые, лучшие люди в этой сфере. И они заинтересовались теми проектами, которые мы им предложили. Я думаю, что в самое ближайшее время мы сможем о них заявить в полный голос, потому что это связано с созданием единой базы данных, которые мы предложили нашим коллегам-партнерам. У нас есть ее основа универсальная, которая позволяет включить туда и объединить в единую всемирную сеть те базы данных, которые накоплены в отдельных исследовательских центрах. Поэтому историки отделяют чисто биологический аспект. Поэтому, когда мы говорим о палеогенетике, это историческое осмысление результатов нарушения. Это всего лишь инструмент, и поэтому мы не подменяем, конечно, вы же понимаете, весь спор между биологами и историками заключается в том, что невозможно, исключительно опираясь на материалы той же археологии или той же генетики, говорить о народе, о современном народе. Это всегда тем более нации. Совершенно верно. Это всегда срез только той эпохи, но отражает развитие человечества. Вы знаете, у меня есть один вопрос, уже подзанность нашего разговора. Узнав о том, что я встречаюсь с вами, один мой знакомый попросил задать вопрос для профессионального историка именно Татарстанского. Он провел, сдал тесты родителей на генетический тест своего татарин, родители татары. Классические, Сабинские, там, с тех краев, где, ну, там. И, когда получили этот срез, генетический тест, выжил... Я не поверил. То есть, мама, папа, 89 процентов, восточноевропейская, это R1A. Мама, даже больше там, хотя мама, типа, более татарский. Он говорит, слушай, у нас, я татарин, родители татары, почему у нас ничего нет от алтайского, от казахского, то есть, группа вот эта, знаменитая, С, да, знаменитая группа, монголоидная группа. При этом у нас миф весь тюркский, история происхождения, все тюркское, язык тюркский, а мы по генофонду, вот я, папа, мама мои, ну, являются, ну, арийцами, по большому счету, арийские, индоевропейцы, что, как, ну, это считается, ну, одна из битвей арийской. еще раз, я хочу обратить ваше внимание, что здесь много слоев, и к вашему вопросу, у меня, соответственно, возникают вопросы, во-первых, нужно будет определиться, в какой лаборатории происходили исследования, и есть несколько признанных центров, где проводится это исследование, пришло в Германии, и в Великобритании, США, это, как правило, частные организации, которые создают собственные банки данных, у которых есть определенные методики, но выдают они результаты, зачастую специфичные, потому что они несут юридической ответственности за аналитику. Кроме того, то есть речь идет о том, чтобы мы об этом, кстати, с вами уже начали говорить, об объединении базы данных и внесении вот этих корректив, которые позволяют внести уточнение, методику, там, американских исследователей, немецких исследователей, российских исследователей. Кроме того, обратите внимание, что наука относительно молода, и на сегодняшний день очень важно, кто трактует и с какой точки подается материал. Еще раз мы говорим о том, что давать оценку современной нации по биологическим материалам не совсем корректно. Для этого должен быть набран большой материал, причем превышающий в десятки, сотни, в тысячи раз то, что мы имеем на сегодняшний день. Ну и кроме того, это лишь является отражением сложного процесса этногенеза любого из наших народов, в которой, собственно, и свидетельствует о том, насколько мы многослойные, многоплановые. И вы же знаете ответ на этот вопрос. Ну, какое отношение, например, современные египтяне имеют к великому египетскому народу из Священного Писания, например? Или давайте с вами посмотрим внимательно, кто такие латиняне и этрусские, и современные итальянцы. каков соотношение греков, населяющих Балканский полуостров, после всех притурбаций, после, например, 15-го, 18-го, 19-го веков. Точно так же и татарский народ имеет очень сложную составляющую, и вы знаете, ежегодно вносятся коррективы в эту пропорцию, потому что мы привыкли к тому, к неким схемам, когда нам говорят, вот определенный процент монгалоиды, это у нас точно подтверждено в группе алтайской, здесь у нас есть славянская. Вот я скажу то, что, наверное, вас немножко удивит. У нас у всех здесь, в этом регионе, очень сильно финский пласт, и в этногенезе татар большая часть относится и к смешению финно-угорского пласта, славянской группы, определенных тюркских элементов, о монгалоидах мы с вами вообще почти не говорим, они очень редко отражаются, но, если кому-то нравится проводить это исследование, потом в паспорте так называемый говорить, о, да я же отношусь к Касимовским этим самым татарам, как... Горит. Да, вот, надо же, а у меня здесь оказывается от Сельчуков даже какая-то группа попала, ну, это пока на уровне такой игры в генеалогию, когда каждый второй рисует себе герб и гордится вот этой красивой картинкой. Я хотел бы в ответ на ваш вопрос сказать, наверное, самое главное. Основные исследования еще впереди. Дело в том, что любой народ, любой этнос, современные нации очень существенно отличаются и отражают весь исторический путь развития человечества. Поэтому очень важно набрать определенное количество материала, которое можно было бы анализировать. Сейчас эти базы достаточно разрознены, и мы, научное сообщество, сейчас идет по пути объединения и методик, и подходов, и технологий. И я вас уверяю, что татарский народ прожил ту же судьбу, что и многие этносы нашей великой страны, они включали в себя самые различные компоненты культур. И на сегодняшний день в татарах это отчетливо видно, как и в любом другом приграничном районе, через который проходили волны миграции, с которыми связаны те или иные масштабные события в истории человечества. Мы вобрали в себя возможно все лучшее я на это очень надеюсь, что было в тех народах, которые проживали на этой территории. Это и финно-угры, это и славянские элементы, это тюркское начало, это так пресловутый булгарский компонент. Все это очень важно, но еще раз говорю, искать чистоту и искать свои корни, ну наверное это очень такая тонкая и очень важная в философском плане материя, насколько это необходимо. Мне кажется все же, что наверное важнее знать, кто ты сегодня и какое у тебя будущее. вот это наверное все-таки самое главное пожелание историка, потому что изучив все все то богатство нашего наследия, важно прийти к мысли, что хотелось бы не потерять, а сохранить и приумножить. Поэтому давайте так, гуманитарные знания должны дружить с естественно научными дисциплинами, в этом симбиозе и рождается истина, но это еще долгий путь научного познания. Спасибо. Вот так, уважаемые телезрители, без изучения истории невозможно будущее, а без международных отношений невозможно настоящее. К сожалению, приходится завершить столь увлекательный разговор, и мы благодарим нашего замечательного гостя, собеседника, директора Института международных отношений КФУ, Хрудинова, Рамеля Равиловича. Большое вам спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова